Дорогие девушки, здравствуйте. Яна, скажи, пожалуйста, зачем изучать моду? Да, действительно. Зачем моду? Вы изучаете моду? Девушки, вы смотрите, показываете, покупаете журналы? Ну, как бы зачем? Мы же как-то живём и без моды, правда? И нормально, и замуж вы вышли, и детей родили, и окружение у нас есть, друзья, и профессия. Всё вроде бы есть. Зачем нам мода? Одеты, не голые же. Да. Вообще, на самом деле, спросите, а кто вообще модой интересуется? Да, вот мне тоже интересно, кто. Ну, по-моему, молодёжь интересуется модой. Скорее всего. Молодёжи выглядят молодо, что логично. Да-да. У них есть время на это, они как раз понимают, что актуально. Да-да-да. Ну, им это всё интересно, а нам уже не интересно, у нас уже другие интересы. Но в какой-то момент нам очень хочется выглядеть молодо при всём. Да не в какой-то, мне кажется, всегда. Да, я всегда хочу быть молодой. И получается, что начинаем тратить деньги, время, ресурсы для того, чтобы избавиться от морщин. Да? Ну, что такое старость? Это вот дряхлость тела. И на лице это сразу видно. Тут-то я всё прикрыла, у меня тут всё хорошо, а вот тут не скрыть. Ну, иногда даже и телом мы занимаемся. Ну да, да. Ну, а лицо всё равно не скрыть. И вот есть такая иллюзия, что если у меня не будет ни одной морщины, то сразу все подумают, ну вот, молодая, 20-летняя или там 30-летняя. Ну, хорошо, а представьте, пожалуйста, что, например, ну, нет у меня ни одной морщинки, вообще всё гладенько, всё замечательно. Да и фигуры тоже нормальные, потому что я хожу в тренажёрный зал, вообще сижу на диетах, и всё у меня хорошо. Но при этом я одета в одежду, которую одевала, когда сама была молодая. Ну, или 30-40 назад. Ну да, это было в 80-е, 90-е годы, например. И я помню, как тогда было модно, и у меня остались привычки такие. Да, но что тогда-то было красиво. Да, и я когда одевалась, все говорили, вау, как тебе идёт вообще. Да, и я поняла в тот момент, что у меня как раз там розовый или фиолетовый цвет, вот очень красиво. И фасончики определённые. Да, да, да. Вот, и представь себе, что я сейчас одеваю одежду, которую я носила тогда. Ну, по крайней мере, всей молодёжи кругом точно сразу видно и понятно, что... Это из прошлого века. Это из прошлого, да. Века. Не из прошлого десятилетия, а из прошлого века. И, в общем-то, на самом деле, лицо, которое гладкое, но которое при этом всё равно одето в старомодную одежду. Обувь, старая прическа. Старая прическа имеется в виду, это тот окрас волос или тот силуэт стрижки, который как раз тоже был актуален лет, там, на 30-40 назад. Или те же аксессуары, там, украшения золотые. Ну, и всё. Вот само золото, какое золото, какие вот сами вот эти там крестики. Ну, пускай, ладно, не крестик, а даже какие-то другие украшения. Сразу видно, что вот, о, из прошлого века. Потом макияж. А макияж, как может, здорово тоже создать образ старушки, не имея при этом морщин. Да. Но самое, что интересно, что когда мы начинаем вообще говорить про моду, то многие женщины, кто за модой не следит, да, сразу говорят, о, ужас, я что должна вот одеть вот этот кошмар и показывать сразу на этих подростков, которые ходят в странной одежде, но на самом деле нет, потому что мода это не про вещи вообще. Это про некие тенденции, про силуэты, про длину, про сочетание цветов, про эстетику какого-то, например, модного течения, да, про какой-то стиль, потому что вот всегда в моде какая-то эстетика какого-то стиля. То есть это вообще не про то, что мы должны какие-то вещи одевать, потому что да, кто не следит за модой, те, возможно, начинают видеть модные вещи, но тогда, когда уже все поголовно в какой-то одной вещи ходят по улице и кажется... И уже даже не купить другие, все покупают. Да, и кажется, что вот мода это вот эта вещь, как бы, да, на самом деле нет. На самом деле мода это некая эстетика, которая делает нас, ну, как бы более современными, что ли, да, то есть это не про вещи, это про то, что я современный человек, современный человек – это молодой человек. Да, я понимаю, какой сейчас дух времени, я понимаю, что сейчас актуально, и я понимаю молодежь, потому что я тоже смотрю модные показы. Это не говорит о том, что нужно бесконечно там сидеть и мониторить, а что же, что же, что же там показали. Как раз в клубе мы очень подробно рассказываем про то, какие бывают сейчас направления, какие модны силуэты, какие модны цвета, как это адаптировать под свой цветоколорит, какие модны аксессуары, детали. И вот это женщине даёт как раз вот глоток вдохновения и немножечко такой, как опоры, а что же искать в магазине, а что же сейчас актуально. А самое главное, что мы ориентируемся именно на вас, именно на женщин, которых мы хорошо знаем, видим каждый день и понимаем. Мы сами такие же, да. Ориентируемся на женщин, там, 40+, как хорошо выглядеть и удобно, чтобы было и комфортно, и чтобы это можно было всё приобрести в магазине, и научиться грамотно вот это сочетать, и понимать тренд, какой нужно купить носочек, обуви, что актуально, что неактуально, потому что вот недавно была там на одном мероприятии, и видела девушку, которая очень хорошо выглядела, но у неё была такая обувь, в которой просто сразу, сразу было понятно, сколько ей лет. Просто по обуви. Вот как это? Насколько вот обувь может просто сразу же откинуть вас на несколько лет назад, даже имея хорошую свою фактуру. Надо с возрастом как раз, да, учиться подбирать для себя одежду, которая будет и корректировать фигуру, потому что фигура может измениться, да. Вот я была там 48 килограмм, а сейчас я 59, то есть плюс 11 килограмм. То есть это как-то изменилось, очень сильно изменилось. Потом, что касается статуса, тоже имеет значение, да. И вот я давно как-то задавала вопросы в Телеграм-канале про то, что вы думаете про костюмы, да, то есть что сейчас актуально, смотрите ли вы модные показы, там, тенденции. И многие написали, что вот классический костюм вне времени. И вот сейчас как раз, чем больше мы об этом говорим, чем больше смотрим различные показы моды, понимаем, что вот костюмчик как раз классический, это самый такой старушечий костюм на сегодняшний день. Да, сейчас костюмы в моде, их много разных. И не только там брючные костюмы, это трикотажные костюмы, костюмы вообще в принципе в моде. Но дело в том, что это совсем не те костюмы, которые мы носили когда-то, которые считались деловой одеждой. Да, сейчас костюм повседневная одежда, но он должен быть какого-то определенного силуэта, да, определенного цвета, определенной фактуры, чтобы нам было с одной стороны удобно, чтобы силуэт выглядел современно, чтобы он подходил мне по цвету, по фасону, по стилю. И тогда я буду выглядеть действительно очень современно, очень модно и очень красиво. Но если я надену старомодный костюм, то точно я буду выглядеть очень возрастной девушкой, которая женщиной, тетенькой. Да, тетенькой. Престарелой. Пенсионеркой. Пенсионеркой. Костюмы. Да. И есть еще обувь оттуда же. Да, да, да. Еще прическа оттуда же. Но нет ни одной морщины. Сделала себе хорошую пластику или инъекции, и у меня все здесь ровненько и красивенько. Так вот, а узнать, какие костюмы сейчас по силуэту, по стилю в моде. Надо вот смотреть. Мы можем, когда изучаем все-таки тренды мировой моды. Да, да. И то, что показывают на подиумах, это не то, что носит молодежь, кстати, тоже. Но мы можем увидеть то, что носит молодежь и понимать их. Это, кстати, тоже важный момент, как приблизиться к своим детям, внукам, чтобы жить в духе времени. Потому что как раз очень часто и бывает, что когда мы перестаем интересоваться, а что же сейчас в мире происходит, а что же там сейчас актуально, то у нас как раз растет вот эта пропасть между нашими близкими. Я имею в виду более молодым поколением. И когда мы понимаем, что актуально, мы можем с ними общаться на одном языке. Это тоже очень важно. Ну, потому что они все равно какую-то такую основную тенденцию, там, по длине, по ширине, по силуэтам, они все равно чувствуют. Только они делают это немножко так по-своему, да, более смело. Да, да, да. Потому что молодым вообще можно все. Мы не всегда можем себе позволить то, что молодые позволяют. Но, по крайней мере, все равно тенденцию какую-то они чувствуют. Но нам для того, чтобы выглядеть современно, нужно именно не на молодежь смотреть, а именно тенденцию вот эту знать и как ее адаптировать к себе, что, собственно, мы и делаем. Да, ну вот, например, на сегодняшний день одна из таких ярких тенденций – это монохром. То есть, когда мы выбираем одежду практически в одном цвете. Это может быть прямо полностью костюм, трикотажный или брючный. Или просто одежда, которая в одном цвете, вверх и низ одного цвета. Да, да. Плюс еще, например, там верхняя одежда тоже похожего цвета. И это может быть, допустим, мы возьмем как один из трендов, да, зеленый цвет. Это могут быть разные оттенки зеленого. В целом будут создаваться и люди одного единого цвета, что, кстати, очень стройнит. Так удобнее выбирать одежду, то есть в том плане, что не надо подбирать. Вот здесь вот такое вот черненькое, тут, наверное, беленькое, ну, как раньше. Не делим фигуру пополам. И смотрится это очень стильно. Кстати, по поводу черного и белого. Дело все в том, что есть такая версия, что белый цвет, он полнит и увеличивает в размерах. Да, если мы оденем низ черный, а верх белый, то, конечно, белый будет смотреться гораздо объемнее. Потому что мы знаем, что черный, он как бы вглубь уходит, а белый как бы вперед, да. И вот этот эффект на контрасте двух противоположностей усиливает друг друга. То есть черный глубже в контраст уходит, а белый, наоборот, объемнее. Но при этом, если мы полностью одеваемся в белый цвет, а еще если делаем слои, то есть, например, белое платье, а сверху белый кардиган, то удивить... А еще и длина, если у нас правильная. Да, это удивительным образом мы в этом белом, тотал белом, смотримся гораздо стройнее, чем если бы мы одели черную юбку и белую блузку. Вот такие нюансы, это тоже, если мы их знаем, то мы можем легко быть и модные, и красивые, и стройные, и все сразу. Так что новые модные тренды, они сейчас бывают очень красивые, и очень здорово помогают нам выглядеть красиво. Да, да, да. И это источник вдохновения, когда уже ничего не радует, или вы не знаете, что приобрести в магазине. Вот вы привыкли, что у вас вот такие брючки, или такая юбочка, и такая-то кофточка, и вы купили похожие брючки, похожую кофточку. И сегодня еще новая покупка отдает какой-то драйв, но потом все равно как будто бы вы ходите в одном и том же. Изучая моду как раз, да, есть вот это новое видение, как можно по-другому сочетать, потому что столько много интересных сочетаний по цвету, сколько много интересных силуэтов, и как это все выглядит. И вы уже идете в магазин, и вы начинаете в этом разбираться, и смотреть, ой, вот это классно, это вот здесь такой-то стиль, здесь такой-то стиль. Еще бывает, что сложности подбирать как раз-таки вещи друг к другу, да, потому что нет вот этой единой идеи какой-то, да, вот когда идея есть, идея образа, то вещи там несложно покупать. А сложно, когда мы идеи не знаем, тенденции не знаем, мы просто покупаем какие-то вещи отдельные. Так а почему покупают, например, там черный низ и какой-то там цветной верх? Потому что, ну, как будто бы к черному все подходит. Ну, действительно, к черному много чего подходит. Но это, в конце концов, становится просто скучно. И это говорит о том, что я не понимаю, как делать эти сочетания по цвету, поэтому я покупаю черные брюки и вот разные блузочки. Потому что по-другому я не умею. И получается, у нас один образ всего. Ну, то есть юбка с бузкой. Это один образ, это не разные стили. Да, да. Так что вот в клубе мы очень подробно даем вот эту навигацию, куда смотреть, как ориентироваться, чем вдохновляться, чтобы вы каждый сезон могли понимать, ага, а сейчас мы играем вот в это. То есть нужно к моде отнестись как именно к игре, как к источнику новых эмоций. И у вас тогда жизнь приобретает новые краски. Это не скучно, это интересно. Очень много открытий в плане того, как можно выстроить силуэт, какие бывают стили, как они между собой еще там миксуются, как можно из того, что есть в вашем гардеробе, сделать разные интересные образы. Просто пока этих знаний нет, что будет, там чихает. И не получается вот эти пазлы, да, состыковать. То есть, а что, вот это с этим можно было показывать? А что сейчас так новость? А я даже и не знаю. Да, часто, что просто мы не знаем вот этих как бы вариантов, да, невидимых, непонимаемых. Потому что нету насмотренности. Да, нет насмотренности, нет знаний определенных, да, нету интереса, может быть. А при этом, когда мы находим для себя вот это вот новые знания, да, и новое вдохновение, может быть, то вот у нас автоматически включается вот эта, знаете, такая детская или юношеская такая энергия, да, которая, о, прикольно, ну, наряжаться. Вот то, что мы теряем иногда с годами, и то, что у нас было в молодости, когда мы куда-то шли, наряжались, и нам хотелось, чтобы это драйвово круто было, и вот так, и вот так. Многие почему-то думают, что так невозможно там в 50 лет. На самом деле, как раз-таки в 50, как раз-таки нужно начинать, пошел второй как бы виток, на самом деле. Новая жизнь. Новая жизнь началась. То есть она не в 40 начинается, а новая жизнь, а в 50. Ну, у некоторых в 40, у некоторых в 50, а у нас есть девушки, которые в 60 у них снова виток начались. Да, да, да. Поэтому хорошо бы это изучать, а мы что помогаем? Мы помогаем все это расшифровать. То есть когда просто посмотреть показы, возможно, у вас будет шок. И адаптировать еще. Да, адаптировать. Потому что, знаете, еще вот я тоже слежу за какими-то блогерами, за статьи читаю, и мне иногда девушек жалко, потому что молодые блогеры рассказывают все, как бы непонятно, как это применять, потому что они на своем каком-то языке, да, или говорят, вот после 50 вот это нельзя, вот это можно как бы, да, тоже начинать. Ну так, это нельзя, это нельзя, это нельзя носить. Можно только вот это, что тоже в крайней степени неверно, потому что у нас вариантов очень много, и все варианты и модные тренды, и цвета, и так далее, индивидуально мы адаптируем к себе, и нужно просто знать как, вот как азбуку, да. Вот. Ну и естественно, что мы как раз-таки помогаем именно адаптировать эту всю информацию для нас, да, конкретно. Приходите, приходите.